В каком еще городе страны в сентябре можно с комфортом провести такие соревнования? Конечно же, в нашем прекрасном и теплом Краснодаре, где сегодня на озере Старокубань стартует чемпионат России, погребли на байдарках и каное. Пошли! Погода в самом деле шепчет. Садись в лодку, возьми весло в руки, разомнись на воде, стартуй, обгони всех и приди первым. За этим и съехали сюда, в Центр спортивной подготовки Краснодарского края, 270 гребцов из 22 регионов страны. Соревнования являются важными для спортсменов, потому что по итогам этих соревнований подсчитывается рейтинг спортсменов и определяются сильнейшие спортсмены России по итогу года. Спортсмены впрямь сильнейшие. У атлетов хватает сил и на сами состязания, и на общение с нашей съемочной группой. Жителю Твери, члену молодежной сборной России, чуть-чуть не повезло на чемпионате Европы. Вот тогда как раз немного и не хватило до бронзы. Иван ходит на коной в двух дисциплинах, одиночки и двойки, и рассчитывает на успех в Краснодаре. Сегодня были предварительные заезды, их я уже отгонялся, жду финальные заезды. Конечно, есть желание выиграть, за этим сюда и приехал. Погода хорошая, вода родная, мы здесь тренируемся. Сборная команда проводит здесь тренировочные мероприятия, поэтому здесь я уже освоился и, можно сказать, как второй мой дом. А вот его товарищ по сборной бронзу на чемпионате Европы все-таки взял. Виктор живет в станице Денской, греблей занимается 9 лет и 4 года выступает за сборную страны. Ну вот мы прогнались, предварительный заезд в байдарке двойки тысячи метров с моим напарником Владом Мадражиевым. Попали в финал на шестую воду, очень хорошая вода. Думаю, в финале гонка пройдет так, как мы хотим. Будем бороться за пьедестал, желательно за первое место. Хотим очень выиграть, но там как получится. А вот еще один житель Краснодарского края, Артем Пронь, третьим местом на первенстве Европы не ограничился. Обогнался своим напарником всех и стал лучшим на конной двойке на дистанции 500 метров. Разумеется, он не против отличиться и в Краснодаре на чемпионате России. Прошел предварительный заезд уже к конной одиночку тысячу метров. Рассчитываю попасть в финал и занять первое-третье место. Погода отличная, организация тоже супер. И погода, и организация турнира все способствует тому, чтобы его участники показали прекрасные результаты. И вспоминали этот чемпионат России по гребле на байдарках и конной, проходящий в Краснодаре как один из самых успешных в своей спортивной карьере. Виталий Молчанов, Иван Жалнин, Александр Сенников, телекомпания Краснодар.